Мы идем на рынок. Всем доброе утро. Нас тут патрулирует полиция, скорая помощь и вот сам рынок. Мы, кстати, сюда приехали, чтобы купить черешню. Нам сразу надо в продукты идти, во что вещевой нам не надо. Рынок этот ничем не отличается. Он очень похож на украинский, на русский, поэтому обычный рынок. Все в палатках. Бери, не хочу, как говорится. Ой, сколько цветочков продают. Розочки. Идем мы по рынку. Что-то как-то черешню мы нашли в 2 палатки. А так все в вещи. Кучу всего здесь продают. Что только можно и не можно. Видел, какие футболки, Зай? Да? 24 евро такая. Черешня хорошая. Буду брать эту черешню. Уже эти и персики, и сливы, и нектарины. Все уже есть. Арбузы. Пусянька, ты что здесь прячешься от пылесоса? Да, да, моя сладка. Котяточки, котяточки. Что? Что? Куда вы лезете? Куда лезешь, а? Куда лезешь? Ты куда лезешь? Ну не лезь. Ну не лезь. Вот так. Они уже открыли глазки. Они уже такие большие стали. Они уже такие классные. Голову держат уже так очень уверенно. Понимаете, не дергаются. Единственное, что задние ладки и передние, они у них еще падают. Да? Для котятки? Сейчас буду кушать черешенку. Там хочется черешни. Мы позавтракали. Сейчас буду кушать черешню вкусную. Так, я хочу тарелочку прозрачную. Хотела монтировать видео, и у нас так гремит, такие тучи. Так что, наверное, потому что вчера в Плайдару был дождь, а здесь дождя не было. Тетя, я так говорила с бабушкой, что не было дождя. Так что сегодня, скорее всего, будет дождь, потому что гремит ужасно. Я уже скушала черешню, уже все, наелась я, наелась я. Так что буду сидеть. Я открыла окно, котят положила сюда, поставила коробку поближе к этому, чтобы была посвежее. И буду монтировать видео. Все, пошел дождь. Сразу так холодно стало. Я быстренько закрыла окно, оставила только форточку, чтобы открыто было. Чтобы свежий воздух заходил, сняла там... Я постирала сумку, и там полотенце висело, сняла с балкона, чтобы не намокло ничего. Ну, вообще, дождик пошел. Но, хотя тетя, тетя смотрела по этому. Ух ты, смотрите, летит. И после него такая черная линия остается. Кошмар. Слушайте, он что, горит? Или почему он такую черную линию оставляет? После себя он должен где-то сейчас вот здесь вот вылететь. Так, сейчас. Слушайте, ну это очень странно, что такая черная линия. А вот он вылетел. О, а здесь уже белая линия. Тю, странно. После себя оставил такое. Ой. Ну так вот, тетя смотрела эту погоду, и передавали, что будет дождь, и что вот он дождь. Единственное, что неизвестно, насколько он может сейчас покапает и все, и уйдет. А может быть и нет, а может быть и целый день будет дождь. Ну, посмотрим. Гремит, конечно. Молния была, гремит. Вот, что у нас дождь. Ну, наконец-то, а то столько было времени, жара, жара, все так это уже засохло. Сейчас дождик хорошенечко все пропольет. Будет вообще замечательно. Ой, Пумочка прибежала, прискакала к своим малышам. Да, да, я про тебя, Пусик, расскажу. Про тебя. Ножки, 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 ножки. Вот. И котятки спят. Пума тут их. Я Мишку им сюда поставила, вообще, у них тут все замечательно. Ладно, Мишку сюда поставлю, чтобы не мешало. Вот, сегодня мы их уже доставали сюда, на кровати. Они уже начинают лазить, ползить. Ну, Пума с Ваней делают ремонт. Я сейчас буду обедать. Ваня с папой пока обедать не хотят, поэтому я буду кушать. У меня очень вкусная брокколи, цветная капуста, картошка, белое мясо, хлебушек. Все это, как вкусно, так что приятного аппетита. И я кушать. У нас прошел еще раз дождь. Тетя сделала такие вкусные-вкусные печеньки. Я снимала на семейную кухню, помогала снимать. Такие вкусные-вкусные. Мы пообедали, точнее, я пообедала, потом пообедала Ваня, потом мы попили чай. Короче, все замечательно. Я смонтировала видео на бьюти-канал, показала Ване. Ване очень понравилось. На рынке я сегодня купила вот такие вот цветочки. Не знаю, как они называются, но они пахнут. Он такой очень легкий у них аромат. И вообще они мне очень понравились. Классные. Но теперь я хоть буду знать, что на рынке можно покупать классные цветы. Допустим, смотрите, в цветочном магазине, да, именно где покупаются букеты и все остальное. Первый обычный букетик, ну, вот такой вот стоил бы, наверное, евриков 15, да, за где-то так, такой вот букетик. Ну, еще бы парочку бы веточек каких-нибудь, листиков там. И 15 бы евро стоило. А я купила за 3. И потом я купила за 3 евро эти цветы. И потом мы прошли дальше до конца ряда. А там было еще больше цветов. Там были розы, розовые. Там были... Больше было выбора. И я немножко пожалела, что я сразу купила эти. Надо было пройтись. Но ничего, я на следующее воскресенье, как раз вот эти цветы у меня недельку постоят. И на следующей неделе уже в воскресенье Ваня меня свозит на рынок. И я куплю другие цветы. Я так рада, что я нашла место, где можно купить цветы живые и недорого за приемлемую цену. Это просто замечательно. Вообще. Вообще супер. Супер классно. Так что я теперь не могу налюбоваться на свои цветочки. Завтра надо будет поменять в них воду каждый день, чтобы оно не воняло. А вот. И насчет альбомов. Я сейчас альбомы вот сюда поставила. Сейчас у нас есть сайт один. А я не помню, как он называется. Зай, ты помнишь, как называется сайт, на котором фотки? У меня постоянно приходят сообщения. А от них сообщения у тебя приходят. Есть, короче, один сайт. Если у них постоянно регистрируешься на новую почту, как бы новый этот, тебе в подарок там присылают бесплатно фотографии распечатывать. Вот. Я сейчас хочу зарегистрироваться на свою почту, потому что она мне не зарегистрирована была. Я зарегистрирован Ваня. Я со своей почтой хочу зарегистрировать и заказать фотографии. Их тоже нужно разделить по папкам, чтобы все это было правильно и красиво по годам. И где-то сколько? На этой неделе, в конце этой недели они как раз уже придут. Да, Зай? Или нет? Ну да, если я их сегодня закажу, то уже в течение этой недели они уже придут, и я буду их растасовывать по альбому. Я сегодня поубирала. Хорошо, так у нас скоро котятки уже будут тут бегать, прыгать. Надо ее почистить, кстати, пылесосом. Очень-очень-очень хорошо, потому что она все в пумяной счастье. Вот, тут игрушечек куча, так что нужно будет ее почистить до того, как котята будут вылазить, потому что они уже пытаются вылазить с коробки. Так что вот такие вот дела. У Вани завтра за экзамен, она сейчас будет сидеть заниматься. Я вот думаю, чем мне заняться. Короче, тетя Оля там разбирается в своих вещах, и она отдала мне вот это вот. Вот, я хочу, она хочет это выкинуть, и я хочу вот эти камешки забрать и на подделке себе оставить. Может, что-нибудь придумаю, как-нибудь прицеплю где-нибудь эти камешки. Ну, симпатично он выглядит. Кот, конечно, большой нет, а вот эти вот маленькие, да, такие неплохие. Я придумаю, куда его запахнуть, что с ними сделать. Что, я думаю, что-нибудь с этого получится. Так, Ваня мой хочет мороженое. Какое ему мороженое-то принести? Какое тут у меня с поводом? У нас здесь есть кокосовое мороженое. У нас здесь лед для коктейлей. У нас здесь есть фарш. А, все, нашло мороженое. Вот, Ваня с дядь Вовы вот такой вот идет мороженое. А я, я... Я буду рожок. А я буду такой вот мороженое. Я хитрая. Может, его кто-то заныкал? Кто не успел, тот опоздал. Все. Так, и я хочу немножко черешни. Так что я возьму черешни, мороженое. Надо Ване ложечку не забыть взять. Для мороженого. Дочерешня. Короче, я не знаю, чем... А, я сейчас буду на телефоне играть. Вот, чем я сейчас буду заниматься. У меня суперкрутое и суперважное и очень сложное задание. Все. Видите, как круто я там мац взяла и понесла. Принесла я Ване не то мороженое, но пришлось идти и брать вот это. Вот, Ваня. То было папина. На, за это твое мороженое. Спасибо. Ему, наверное, жарко. Ваня у меня захотела мохито клубничное. И я тут творю клубничное мохито. Так что сейчас будем прохлаждаться. Я люблю классические мохито. Обожаю просто. Ну, сейчас попробуем клубничный. Так, все, потолкла в ступке. Теперь мне нужны стаканы. У меня рука вся в сакторе. Так. Я пошла за стаканчиками. У нас есть такая штука. Ко мне Наташа, подружка, подарила. Костейли в ней делать. Подруга, как оно холодное-холодное. Уже... А, я буду себя замораживать. Там какая-то есть правильная технология его пресить. Ну, как я ее не знаю. А, да я ее не знаю. Боже, как холодно. Все. В идеале вот все через ситочку выливать, но мы вместе с мякотью, вместе с сольдом это будем пить. Так, Зая, мне нужна твоя помощь. Открыль, пожалуйста. Последний штырик. Все. Остались только трубочки. У нас все где-то трубочки. Ну-ка, Зачечка, двигайся, двигайся. Я, значит, и холодно, не знаю. Зрень, для трубочки. Короче, мы сидели с вами, смотрели мою группу, и мне девчонки там написали сайт, как он называется, akinator.com Punto.com И, короче, вот этот сайт. И здесь я есть в базе данных. Катерина Ткаченко. То есть тут задаешь вопросы, типа, вашего персонажа, там задают тебе вопросы, ты отвечаешь, да, нет, может быть, там всякие вопросы. И я сейчас как бы играла, как будто я своя подписчица. И я отвечала на вопросы, и я думаю, это Катя Ткаченко, бьюти-блогер. Ну, а как он знает? Нет, он вопросов никаких таких не задавалось, по которым бы можно было определить. Я в шоке. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.